Приветствую всех выживших! С вами, как всегда, я, Гост, и мы продолжаем выживать в зомби-апокалипсисе в GTA 5. Последние несколько серий, ребята, как вы знаете, мы с вами замечаем сильное увеличение количества зомби на улицах Лос-Антоса. И, в общем-то, сегодня, ребята, хочу вам сказать, что ситуация стала ещё сильнее. Это у нас уже, скажем так, входит в норму, что каждую серию зомби только набирают обороты, их становится всё больше и больше. И, в общем-то, сегодня, ребятки, я также заметил, что зомби стало чуточку больше, чем в предыдущей серии. Поэтому, думаю, что сегодня, друзья, у нас с вами снова будет такое вот небольшое усложнение нашего выживания. Ну что ж, ребята, в принципе, я уже начинаю привыкать к такому, скажем, режиму, да. А плюсом к этому сейчас вы видите, что зомби у нас почему-то заходят в метро. Раньше такого вообще не было, конечно, они не заходят в главные отсеки, где находится, в общем-то, моя главная база, как вы понимаете. Я думаю, все вы её уже помните, знаете. Это у нас база метро. Но, в общем-то, как раз-таки в ней сейчас и выживаю, можно сказать, постоянно нахожусь там и изредка выхожу на вылазки. Так, ну что ж, ребятки, давайте сейчас будем отправляться в одно интересное местечко. Мне тут стало известно о том, что где-то вот здесь, ребятки, находится достаточно интересное место. Карантинная зона. Она была сделана совсем недавно, то есть в этом месте сейчас находится большое количество людей. Но почему же я решил съездить на то место? Поскольку зомби на улицах стало намного больше, ребятки, В общем-то, выживших тоже становится с каждым разом, с каждым днём всё меньше и меньше, соответственно, да, ребят, получается. То есть зомби, конечно же, жрут людей и в скором времени людей, возможно, вообще уже не останется. То есть ни выживших, никого. Именно поэтому, ребята, сегодня я решил отправить сюда для того, чтобы посмотреть, как там стоят дела. И по возможности, конечно, быть может, перевести некоторых людей, которых мы там с вами обнаружим. Так, я сейчас вижу, кстати, бандосов, которые здесь неподалёку от меня катаются. Давайте-ка я лучше дробейку вот так вот руки возьму. И мы с вами аккуратненько пройдёмся сейчас. У этих бандосов я бы, конечно, тачку отобрал. Они у нас где-то там остановились. Сейчас посмотрим, что с ними произошло. Но я более чем уверен, что их уже убили. Это, ребятки, вероятнее всего, учитывая, какие тут толпы зомбарей ходят, особенно на этих улицах. Вау, блин, ребят, ну вы видите, да, это? Это же просто жесть какая-то. Весь даже полицейский участок они уже окружили. И сюда даже не пройти, по-моему. Вовнутрь ещё можно зайти, работают ворота, это радует. Но мне туда заходить незачем, как говорится. Будем вот так вот их сейчас всех отстреливать. Так, патронов, слава богу, ребят, много. Сегодня патронов я изобряю на дофига, потому что прошлые... Наши вылазки в прошлых роликах меня, скажем так, уже научили выживать. Я понял, что... О, братишка, бегающий, получай. Я понял то, что на улицу выходить, даже имея там 300 патронов, сейчас вообще не актив, как минимум 400-500 патронов у тебя должно быть. В том числе, я имею в виду дроби, да, то есть в общее количество и так далее. В противном случае, есть шанс того, что... Ну, просто закончатся патроны и тебя сожрут. У меня это уже, ребятки, практически произошло, когда у меня почти кончились патроны. И реальная ситуация начала обостряться. Тогда я уже испугался и был шанс того, что я мог погибнуть. Так, это у нас один шил от монтосов, да, который они сюда привезли. Ну-ка, давай посмотрим, работает? Нет, тачка. Так. О, машина работает, отлично. Давайте на этой машине мы с вами сейчас поедем в том направлении, как я уже... Ну, ах, твою мать, а! Твою мать, сколько зомбарей вот так. Сейчас будем уклоняться от них, короче. Как я уже сказал, ребята, нужно двигаться в том направлении, куда я поставил меточку. И там мы с вами должны будем обнаружить карантинную зону. Во всяком случае, это место называют именно так. Надеюсь, эта карантинная зона еще пока что не разрушена, потому что вполне может быть, что зону эту уже сломали, людей там нету. Ну, ребят, я думаю, это как бы уже даже никого не будет удивлять, учитывая то количество зомби, которые сейчас ходят по улицам. Мы с вами уже много раз встречали различные уничтоженные базы, так что в целом я ничему удивлять сейчас, думаю, не буду. Так, окей, мы с вами вроде как подъезжаем. Нет? По сути, где-то вот этот заборчик, это у нас, получается, был забор? Нет? То есть это как... Уже был поставлен до инфицирования, или же это уже после? То есть это некого рода оборонный комплекс. Да, ребята, это оборонный комплекс. Все-таки карантинная зона здесь есть. Хорошо, я понял. Так, сейчас нужно будет отогнать тачку. Куда-нибудь, я не знаю, куда мы ее отгоним. Давайте-ка куда-нибудь вот сюда подальше заедем сейчас. Машину оставим где-нибудь здесь. Как раз-таки сейчас зомби на нас перебегут. А мы сами с вами, ребята, пролезем где-нибудь вот здесь. Я уже вижу проходик, отлично. Машину оставляем просто вот здесь. Ооо, что там взорвалось-то их? Что там, штурмуют, что ли? Офигеть, блин. Так, ребята, окей, погнали быстрее. Так, спокойно, ребят. Здесь где-то был неподалеку взрыв, только я не понял, что взорвалось. По всей видимости, какая-то... Какой-то баллон газовый, наверное, да? Или что-то в этом роде. Так, ладно, хорошо. Вроде как пока что здесь прохода я не вижу. Так, зомби... Зомби нет рядом. Ладно, я понял. Хорошо. Так, на территории у меня отмечены бандиты. Так, я думаю, что это баг какой-то. Они наверняка за территорией. И пройти я здесь не могу. Так, ладно. По всей видимости, проход у них находится в той стороне. Ладно, тогда побежали, пройдем через него. Я уже на территории. У меня-то небольшие проблемки возникли. На меня напали эти бандосы, как вы видите. Он до сих пор за мной один бежит. Так, ну давай, ладно, давайте я сейчас, короче, вот так вот при помощи мачете зафигарю. Я просто, ребят, боюсь, что военные что-то по мне стрелять, которые здесь находятся. Я думаю, ни для кого-нибудь секрет, что такое часто бывает, когда они агрятся и потом атакуют, в общем-то, на игрока. Ладно, давайте, короче, сейчас, ребятки, с вами будем изучать, что же у нас здесь такое находится. Вау, а что такое? Забор, что ли, проломан был? Нифига. А, это дверь проломана была. Я понял, хорошо. Так, что у нас здесь? Я здесь вижу у нас какие-то столики. Я не понимаю, а карантинная зона же здесь была, нет? По-моему, реально карантинная зона так и называется. Ну, видно, в принципе, да, что здесь жили люди, вон, фургончики стоят. Еда, как бы, даже недоеденная. Вы знаете, такое чувство, как будто люди здесь куда-то резко пропали. То есть, как будто они здесь жили, их как бы тут лечили и так далее, помогали им выживать. И потом они просто взяли и куда-то пропали. Вам так не кажется, ребят? У меня именно такое чувство, как будто здесь людей просто взяли и убрали с этого места. Окей. Давайте, короче, пройдем в том направлении, ребятки. Так, посмотрим, что у нас находится еще здесь. Тут реально у них, посмотрите, фургоны стоят с едой, как бы, да. Патроны вон тут есть, конечно же. Медикаменты в той части были, в этой тоже медикаменты есть. Я бы, кстати, отхилился, но я не могу взять аптечку эту, к сожалению. Ладно, я понял, хорошо. Так, и здесь тоже жилые комплексы, как я вижу. Хорошо. Теперь главный вопрос. А где тогда все люди? Неужели их серьезно куда-то убрали? Не знаю, ребятки. Там же еще одна часть была, да, ведь, этого комплекса? Вот в той части, как мы с вами ехали, справа и слева. Мы сейчас находимся с правой стороны. Там с левой стороны тоже была какая-то часть, куда можно было пройти. Я думаю, может быть, там будут ответы на наши вопросы. Быть может, людей перевезли туда, потому что здесь стало как-то более опасно. Мы же с вами прекрасно видели взрыв этой непонятной, не знаю, там канистра или что это стояло. Машина, может быть, просто взорвалась, да. То есть мы с вами все прекрасно видели. Так, забор. Этот не хочет, да, открываться? Ладно. Тогда пройдем, как сюда и заходили, собственно. Вот тут вот. И я думаю, что сейчас, ребятки, пройдем в том направлении. Посмотрим, что-нибудь интересненькое, быть может, сможем обнаружить как раз-таки там. Быть может, я об этом, ребята, пожалею, потому что я вот здесь кое-что интересненькое обнаружил. Вы это видите? Твою ж дивизию. Ребят, это просто горы трупов. Мне тут очень не нравится, потому что здесь даже охраны нет, ребят. Я сюда прошел. У нас тут везде зомби. Кстати, они туда проходят, что ли? Твою мать. Они там кого-то жрут. А, они бандосов, походу, жрут. Твою ж дивизию. Да, ну, серьезно, там же бандосы у нас лежали. Хух, почуяли запах мяса уже, да? И пришли его жрать. Короче, ребята, здесь у нас с вами не очень красивая такая картина. Здесь, видимо, жили люди. Так, я хочу очень сильно пить. Я хочу очень сильно пить. Для этого сейчас нужно будет нам с вами разжечь вот так вот огонь. Сделать воду. Сейчас попьем. Я сразу же себе мяско поджарю, чтобы вот так вот насытиться и пополнить себе... Вау! Чё? Какого хрена ты на территории делаешь? Вау-вау-вау, спокойно. Спокойно, блин. Ты чё? Борзой, что ли? Чё тут делаешь? Это чё, зона не охраняется, что ли, уже? Нет, я помню, что здесь нет охранников. Но я не думал, что здесь будут зомби ходить прямо на территории. Так. Ладно, ребят. По всей видимости, самое время взять в руки оружие и уже быть наготове. Потому что зомби здесь, видимо, ходят всё-таки. Так, заберу нафиг костёр. Вот это, ребята, меня, конечно, напугает капец. Здесь, видимо, жили выжившие. Находились вот в этом месте. В итоге всех их заразили. Ну, либо сами заразились. Все поубивали друг друга. Просто пожрали на части. Кто-то из зомби остался в живых. Как вы, наверное, поняли. Его, наверное, устранили. Либо он вырвался сюда наружу и убил уже здесь всех. Ладно. Хорошо. Ну, как вы видите, ребят. Да, здесь зомби-то ходят, как бы, на территории. Я вижу, что здесь это место просто бросили. Как будто бы. То есть, людей здесь наверняка было очень много. Здесь и фуры с едой есть. И машины скорой помощи. И так далее. Припасов здесь наверняка было. О-го-го. Твою ж дивизию, ребят. Я не знаю, видели вы это уже или нет, но... Я вам это покажу просто. Вы посмотрите, ребят. Это... Это горы трупов. Это просто сотня трупов людей. Твою ж мать. Теперь я понял, что стало с этими людьми, которые здесь жили, ребят. Они все просто заразились, по всей видимости, да? А вот эти вот, кто здесь ходят, это последние оставшиеся. Уже только зомби, а не люди. Ну, вон, да. На территории несколько осталось еще. Капец просто, ребят. Вы посмотрите на эту толпу. Мертвецов. Их здесь просто сотни. Да... О, господи. Ладно. Это жесть, друзья. Хорошо. Пора отсюда сваливать, короче. Мне это место крайне сильно не нравится. Я не хочу находиться здесь, среди толпы просто мертвых людей. Да, зомби, это, конечно, тоже мертвые люди, но... Это, ребята, вот это, конечно, такая картина. Я к ней не был готов. Давайте попробуем, может, заберемся наверх. Получится? Нет? Не хочет забираться. Так, и отсюда, если я встану. Вот, хорошо. Вот так вот, ребят. Ну, вы просто посмотрите на это. Вы просто посмотрите на эти толпы... Толпы мертвых людей. Это жесть, ребят. Это просто жесть. Реально, это... Ой, это неописуемо. Надо было разбиться, да, вот таким образом. Отлично. Мне интересно, я смогу тут перерезать с колючью проволоку. Если я смогу, то будет прям... Отлично. Так, ну, давай. Ну, нет! О, 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 твою мать! Пошла нафиг! Пошла нафиг! Ух, нифига она там заныкалась! У меня уж КП мало. Так, ладно, все. Самое время, короче, сюда просто сваливать. Я хочу как-то тут выйти по-другому. Просто тут по этому входу, ребята. Ну, тут очень много зомби. Видимо, придется отстреливаться. Вау! А что у вас тут много так стало? Пошли отсюда нахрен! Тут еще повыходили отовсюду! Так, я понял. Отстреливаемся тогда. Пошли нахрен. Он со всех сторон сейчас будет, видимо, бежать. Так, ребят, вот так заходим сюда. Подальше от них. И начинаем отстреливать всех. Так, бейте, зарядка, быстрее, быстрее! Так, пошел нахрен отсюда тоже. А то, хрен его знает, пройдешь еще через решетку эту. Нафиг мне это нужно. Так, вот так хорошо. Этих тоже сейчас, ребят, отстреляем. Пусть они уже все погибнут. Это вот эти люди здесь жили, видимо, да? Ну, тут вароник написано. Их, видимо, уже зараженных сюда посадили в эти клетки. И они смогли удержать. Ладно, сваливаем с того места. Ну, как вы видите, ребята, карантинной зоны уже как таковой и нету, в принципе-то. То есть, я не знаю, как они тут будут спасаться и выживать, но их здесь осталось очень мало. Людей здесь, конечно, практически уже нету. Ну, там вон охранники только стоят. Человек, наверное, 10, их 15 может от силы. Этого, конечно, не хватит для того, чтобы справиться с таким количеством зомбарей, которые сейчас ходят здесь. Но, в принципе, немного времени у них еще есть. Быть может, что-то придумают. Я бы их, конечно, хотел пригласить к себе в метро, как говорится, но что-то как-то они необщительные и просто на месте стоят. Так что, ребят, если что, не будем их тревожить. Пусть живут сами по себе. Так, мне бы сейчас мою тачку найти. Я ее оставлял здесь. Вон она там стоит. Хорошо. Сейчас мы ее возьмем. Блин, сколько здесь зомби набежало, конечно. Не знаю, что мы сделаем сейчас, чтобы было проще. Вот туда давай. Вот так. Хорошо. Полетело. Вот так вот. Отлично. Все, ребят, проходим сюда, пока зомби оглушены. Сейчас мы их вот так вот расстреляем. Так, пошел. Пошла. Пошел. Так, садимся. Быстро. Все, заводим. Давай, 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 заводи. Все, поехали. Ох, ребят, поехали с этого места сраного. Все, я больше не хочу здесь находиться. Мне это больше не нравится. Ой, да, ребятки. Все-таки карантинная зона была заражена. И то, что я увидел во втором... Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, машина, видимо, все. Ох ты, ни хрена, я ее помял. Ой, ладно, надеюсь, она доедет до дома. В общем, ребята, место, которое мы там с вами обнаружили, это, конечно, неприятное зрелище было. Особенно эти сотни мертвых людей, которые были уже запакованы в пакеты, как мумии. Это, конечно, ребята, было ужасно просто, я хочу вам сказать. Ну, ладно, в принципе, в принципе, ну, выжившие там, конечно, есть военные. Если вдруг захотят, то я думаю, они придут, конечно же, в метро. Потому что сейчас метро, где мы с вами выживаем, является самым-самым охраняемым. Ну, и, конечно же, ну, конечно, наверное, не самым охраняемым, но самым известным местом выживших. То есть я знаю то, что там их огромное количество. То есть то, что там практически сотка людей живых, которые вместе объединились, скооперировались и которые уничтожают зомби. Все прекрасно знают, что там есть очень много оружия, что там налажена инфраструктура и так далее. И поэтому все стараются прийти туда. То есть про это место уже все знают. И бандиты, и выжившие, в принципе, в городе. Так что иногда кто-то приходит, иногда кто-то уходит. Как приобретке повезет. Но на данный момент почти все люди скооперировались в этом месте для того, чтобы противостоять новой волне зомбарей, которых с каждым днем становится все больше и больше. Ну что ж, друзья, давайте на этом мы с вами закончим наш сегодняшний ролик. Я надеюсь, он вам понравился. Я надеюсь, что вы, конечно же, поставили лайки, ну и подписались на мой канал. С вами был я, Жека Гост. Не забывайте, что как только под этим роликом наберется лайки, давайте 7 тысяч, я сразу же выпущу следующую серию зомби-апокалипсиса. Так что не забывайте. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!